В эфире программа Вести Хакасия в студии Татьяна Донцова. Здравствуйте! И в этом выпуске вы увидите. Честная квартплата. Население больше не будет платить за общедомовые нужды. Сокращение штата как способ уйти от банкротства. Десятки сотрудников Тёйского рудника вынуждены искать новую работу. Самый опасный вид транспорта – мопед. Буквально за пару дней серьезные травмы получили сразу несколько водителей. Квартплата станет ниже. Собственники жилья впредь не будут оплачивать потери воды и чужие долги. Обращение Верховного Совета Хакасии получило поддержку 20 регионов России и вызвало ответную реакцию в федеральном центре. Дмитрий Медведев подписал постановление – изменить правила предоставления коммунальных услуг. В итоге полностью поменялся порядок расчета. Сколько холодной и горячей воды идет на обслуживание дома, на уборку подъездов, мытье окон, полив клумб и ряд подобных услуг. Теперь общедомовые нужды, вызвавшие массу недовольств и путаницу при оплате коммуналки, представляют собой конкретные нормативы. Общедомовые нормативы будут начисляться не как разница между индивидуальными предприборами учета, нормативными тех, у кого их нет, и общедомовым прибором учета, а как строго и конкретно установленный норматив на общедомовые нужды, то есть на мытье лестничных клеток, окон и так далее, я имею в виду воду. А вся разница, которую я подчеркну, что мы тогда в своем обращении Верховного Совета Республики Хакасия подчеркивали, что это хищение, приписки, потери и сверхнормативное потребление тех, у кого нет индивидуальных приборов учета, вот эта вся разница, которую ранее разбрасывали на всех, теперь будет считаться убытками самой управляющей компании либо организации. Еще одно новшество. Из общедомовых нужд полностью исключили канализацию, то есть водоотведение. К тому же, если раньше управляющие компании предлагали собственникам жилья самим вычислять так называемые нулевые квартиры и таким образом снимать с себя чужие долги, то теперь искать потери коммунальщики будут сами. Одна из норм постановления разрешает управляющим компаниям самостоятельно составлять акты на людей, не прописанных, но проживающих в квартирах, где нет приборов учета. В дальнейшем по этим актам отработают участковые. Жителям нулевых квартир выпишут штрафы. Новые правила начнут действовать с 1 июня. Массовый падеж скота в Усть-Абаканском районе. Об этом стало известно буквально только что. Неподалеку от села Калинино обнаружено 97 мертвых овец. Специалисты Республиканской ветлаборатории взяли патологический материал для исследования. Первые результаты показали, что сибирская язва исключена. Исследования продолжаются. Пока нет информации, кому погибший домашний скот принадлежит. Сотрудники МЧС по Хакасии порекомендовали главе сельсовета огородить место, где найдены животные, чтобы жители не заходили на данную территорию и не выгоняли туда скот. До выяснения обстоятельств. Сейчас на месте работает наша съемочная группа. Подробности смотрите в завтрашних выпусках Вестей. Сокращение в Абазе. В ближайшее время работы лишатся более 80 сотрудников Тёйского филиала Евразруды. О причинах столь непопулярных мер и перспективах развития ситуации Юлия Константинова. На Тёйском руднике Михаил Едигаров работает уже 17 лет. Особенности добычи знает до мелочей. Рассказывает, всегда был на хорошем счету, тем не менее попал в список сокращенных. Как не переживать-то? У меня мне 49 лет. Мне чего не переживать-то? Люди вон постарше, если не доработали, есть там два года до пенсии, чтобы по льготной идти. Их тоже сокращают. Им вообще тяжело. 53 года, 54. Куда им деваться-то? Поселок Гудит. Две трети населения – работники городообразующего предприятия. Поэтому сокращение коснется буквально всех. Слухи ходят самые невероятные, обнадеживают факты. По словам председателя правкома Тёйского филиала, сокращению подлежат 87 должностей. Подавляющее же число специалистов, которые их занимали, переведены на другие виды работ. Из 17 сокращаемых белозистов 11 мы уже трудоустраиваем. Остальным предлагается водителями на вспомогательную технику. Но тоже в филиале. Причина столь непопулярных мер – цена на железнорудный концентрат на мировом рынке упала. Тёйский филиал работает с убытками. Чтобы не банкротить предприятие, руководство Евросруды поставило задачу значительно увеличить объем вскрышных работ на близлежащем карьере, передав отдалённый из Игольски в разработку подрядчику. Само собой, ему требуются люди. Он платит такую же зарплату, даже выше, по ряду позиций. Поэтому филиал ничего не теряет. В итоге, к 10 июня, к моменту сокращения, мы подходим к тому, что у нас будет неудроустроено в пределах от 10 до 20 человек. На 800 человек численности – это вообще ни о чём. Даже если учесть, что всё по закону, звучит довольно цинично. Ведь теперь у одних статус и зарплата будет меньше, а другим вообще придётся получать новую специальность. Служба занятости список вакансий уже подготовила. Это, конечно же, трудоустройство. Здесь по таким специальностям, специфическим горнодобывающим, это вахтовый метод. В настоящее время у нас есть в базе данных около полутора тысяч вакансий вахтовых методов. Из них около трети по вакансии, подходящим для данных работников. При желании будет оказана поддержка на организацию собственного дела – 58 тысяч рублей. Некоторые из сокращённых всерьёз рассматривают такую перспективу, но большинство ждут. В 2014-м, сообщает руководство Тюйского рудника, штата 5 будет расширен процентов на 20. И тогда те, кто сегодня потерял работу, смогут вернуться на предприятие. Бывшим шахтёрам города угольщиков продолжают выплачивать долги по заработной плате. Сегодня в правительстве состоялась очередная встреча рабочих с заместителем председателя республики Николаем Поповым. Напомним, первые выплаты произвели в марте прошлого года. На сегодняшний день деньги получили более 900 шахтёров и 45 вдов. Общая сумма – 26 миллионов рублей. Но основная работа по изысканию средств ещё впереди, так как до сих пор рассчитывались с теми людьми, долги которых не превышали 50 тысяч. Сейчас в списках Енисейской остались так называемые тяжеловесы. Им обанкротившиеся шахты задолжали 100 и более тысяч. Помимо этого, ещё ни копейки не получили шахтёры Хакасской. Правительство республики в поисках необходимой суммы. Нужно подождать, потому что документ по деньгам лежит сейчас на подписании в Москве. Виктор Михайлович, он в Москве находится, значит, может быть вопрос этот решится. Хотя бы первоначально 4 миллиона, которые нам обещали отдадут, придут сюда на шахту Хакасскую. Там у них тоже около 500 человек, которые подали заявление на сумму 14 с лишним миллионов рублей. Сразу несколько дорожных аварий с участием детей произошло за последние сутки в Абакане. Речь идёт о водителях мопедов и мотоциклов. Эта двухколёсная машина сегодня попала под колёса КамАЗа. 16-летний подросток и его пассажир в больнице с ушибами и другими травмами. На больничной койке с переломами ног школьница, сидевшая за рулём другого мопеда. Пострадал её пассажир. ДТП произошло из-за того, что девушка не уступила дорогу автомобилю. Как того требуют правила. В другом районе Абакана та же самая ситуация. Подросток на мопеде госпитализирован, водитель автомобиля не пострадал. По статистике, с наступлением тепла подобные аварии происходят едва ли не каждый день. Автоинспекторы призывают родителей хорошо подумать, прежде чем покупать ребёнку мототранспорт. Как правило, минимотиками у нас управляют лица, не достигшие 16-летнего возраста. Это подростки 12, 13 и 14 лет. И, как правило, эти дети не всегда понимают ту опасность, которую они вообще несут на проезжей части. Не знают элементарных правил дорожного движения. Очередной рейд по нелегалам провели сегодня сотрудники миграционной службы совместно с ОМОНом. Пунктом назначения стала одна из оптовых баз Абакана. Долго искать иностранцев не пришлось. О результатах проверки Константин Кравцов. Людей в форме с дубинками на оптовой базе Соболь в Абакане явно никто не ждал. Нелегалы в разные стороны. Но далеко убежать не удалось никому. Выходцы из ближнего зарубежья продают на этой базе в основном не фрукты и овощи. Большинство из них наёмные рабочие. Строители, отделочники, грузчики, готовые за скромную плату работать и днём, и ночью. Сейчас везде работаем, мало плоти. Некоторые до 36 принимают, до 35 на работу. А старше не принимают сейчас. Поэтому и здесь. Недолго мешкая, полицейские и миграционщики доставляют гостей из бывших союзных республик в городской отдел для проверки документов. Как и предполагалось, не у всех они в порядке. Есть вот один гражданин, у которого регистрация закончилась в 2012 году. Единственное, я говорю, то, что запросы придут сюда. То есть будем составлять протоколы. По неофициальной информации, в Хакасии до 30% прибывших иностранцев имеют проблемы с регистрацией. Паспортисты говорят, это в первую очередь негативно сказывается на самих приезжих. Закон о снахождении на территории Российской Федерации, ну и определённо защищает иностранного гражданина. Если он находится здесь, он определёнными правами обладает, ну и обязанностей. В ходе сегодняшнего рейда силовикам удалось задержать 35 иностранцев. Непорядок в документах у 10 человек. Теперь они обязаны покинуть Россию, прежде уплатив по штрафу в 2000 рублей. Константин Кравцов, Алексей Голубев. Вести. Хакасия. Сегодня второй день комплексных всероссийских учений МЧС. Напомним, в Хакасии они проходят в Белом Яре. По легенде, посёлок пострадал от сильного паводка. Дамба на реке Абакан разрушена, подтоплено 100 дворов, есть погибшие и пострадавшие. Сегодня спасатели отрабатывали навыки помощи эвакуированными из зоны подтопления. МЧС и муниципальные власти развернули два лагеря временного пребывания. Один – палаточный на территории пожарной части в районе Абаканской ТЭЦ, второй – в Белоярском доме культуры. В обоих лагерях дежурят медики и психологи. Параллельно идёт восстановление разрушенной дамбы на берегу реки Абакан. Напомним, накануне там с помощью вертолёта был взорван условный ледовый затор. Комплексные учения всероссийские. Они проходят синхронно во всех регионах. Завершится тренировка в пятницу с электорным совещанием МЧС России. Пока хакасские спасатели сообщают, учения идут без отклонений от намеченного плана. Мы выявили ряд узких мест в своей работе. Естественно, это себе пометили. Сделали уже приблизительный план дальнейшего совершенствования в этом отношении. Думаю, что следующим таким же подобным учением мы будем уже более подготовлены в рамках и техническом, и информационном. И на этом наш выпуск завершён. Напомню, все наши новости вы также можете смотреть в интернете на сайте вестихокассия.рф. Хорошего вам вечера. До свидания.